Я не дам слово, и я должна буду с вами попрощаться по тому левешинку. Я вам говорила, она могла быть вначале, как только купола перекрывались, легка золоченой, потом она переходила в серебряный цвет. И вот вы видите преображение Покровскую цель, где главочки уже имеют самый обычный серебристый цвет. Свойство осины я вам называла, она еще очень хорошо разбухает под воде, с тем дождя и снега. И у Алексея есть небольшая моделька, на примере которой мы рассказываем, каким образом купола перекрывались. Работу начинали снизу, каждый ряд лемешин наверху крепили в то время, как вот для начала такими деревянными нагелями. А нагель это обычное немецкое слово, означающее гвоздь. А потом заменили уже на четырехгранные кованые гвозди, когда стали добывать железо, но оно было еще и дорогим. И вот эта лемешинка довольно-таки древняя. И вот когда перекрывали один ряд, следующий ряд надо было слегка сдвинуть в правую сторону. И обязательно следующий ряд перекрывал ниже расположенный, примерно на одну третью. И вы видите вот эту интересную конструкцию, которая называется городок. Почему сдвигали? Я говорила, осина разбухает, когда только шел дождь. Поэтому вот эта нижняя часть городка обязательно должна попасть на соединение лемешина. Ну это моделька, и вы видите, конечно, это маленькие-маленькие гвоздики, но в то время деревянные нагеля были значительно больше. Вот таким образом я вам называла, сколько примерно осиновых лемешин нужно только лишь на одну преображенскую церковь. Кто помнит? 30 тысяч. И вот в то время это была работа только топориком. Вот таким образом. Значит, ребята, я прошу прощения, я должна вас покинуть. Мне придется еще такую же экскурсию провести для вашей группы. А вы с вашим руководителем... 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 Продолжение следует... Продолжение следует...